Им не обещали восточные сказки. Я стою, накрываю сама на стол, всех бужу, потом все едят, уходят, и я сама все потом уже должна убрать. Им пришлось мириться с горячей кровью. Да, он может высказать это все так темпераментно, это все на повышенном тоне. Но они ни разу не пожалели о сделанном выборе. Я его очень люблю, я его ценю таким, какой он есть, и я горда, что мой муж армянин. Белорусские жены Востока. Кто они? Специальный репортаж Ангелины Дикун. Смотрите прямо сейчас. Он мне показал другую жизнь, можно сказать. Вот у нас в основном кто? Пришел на работу, на завод, отработал, пришел домой, напоил, накормил и на диван. Все, устал. А так, мы побывали в разных городах. Он мне много чего показал. Мы были в Москве на фестивале славянских единоборств. Мы были и в Заславле, в Солигорске. На многих городах я даже не перечислю. В Минске на выставках лошадей. Поэтому очень много чего интересного было. Свою восточную любовь Бабрученко встретила в родном городе. Девять лет назад, когда решила приблизить детскую мечту. Как в романтичных фильмах проскакать голопом вдоль побережья. Однажды пришла в парк просто покататься. И с того дня с Русланом, главным наставником, и тогда еще просто другом, она не расставалась. Я приходила на конюшню и просто помогала, убирала. Мы вместе делали все. Мы лечили лошадей, мы кололи, чистили, убирали диняки. Даже было такое, что и болели, и мы их поднимали, и ночевали вместе с ними. Несколько месяцев ухаживаний и восточный мужчина, родом Руслан из Солнечного Баку, предложил жить вместе. Он просто на меня по-другому посмотрел. Ну, я сама не ожидала. Ну, где-то я, наверное, заигрывала, а может, он это заметил. Вот. Ну, так получилось. Вскоре Катя узнала, что беременна. Ее родители сразу две новости. Замужество дочери за мужчину горячих кровей. И в ближайшей перспективе новый статус бабушки и дедушки. Мама нормально. Моя мама уже давно хотела меня выдать замуж. Поэтому она ко всему относится нормально. Она с пониманием. Она где-то поможет, где-то подскажет, где-то и Руслана за характер. Она даже поругает. А вот с папой моим, конечно, не очень. Мой папа не хочет с ним дружить. Он ездил в Россию, работал. Получается, тоже с разными национальностями. Поэтому не очень он относится. Но что делать? Смирился. Горячий, гордый жеребец. История Алины и Артака закрутилась в соцсетях, когда девушка была студенткой из столичного вуза, а парень работал в Бобруйске стоматологом. Он не начал писать, но так как мужчина восточный, я, конечно же, старалась то избегать ответов, то не отвечать. Красивые слова и поступки. Восточный мужчина нашел подход к Бобручанке и вскоре завоевал ее сердце. Конфетно-букетный период был очень яркий. То есть это и серенады под окном, это и цветы, это и подарки, это и красивые слова, и красиво все было. Первая встреча окончательно расставила все точки над «и». Изначально он расставляет акценты на том, что я, я мужчина, я должен, я могу, я сделаю, ну то есть и все, и к нему надо так относиться. С этого и, наверное, и начались наши отношения, потому что он это сделал с самого начала. То есть он показал, кто он есть, вот он стукнул кулаком по столу, сразу все ударения были расставлены, что вот есть я, я такой и принимай меня таким. Ну так оно и было. Я закончила учебу, вернулась обратно в Бобруйск и все, и мы с ним договорились пойти погулять на, в клуб. И все. И с тех пор мы вместе. Это была одна встреча буквально. Молодые люди стали жить вместе, родители, парни и девушки были не против. У моего отца все лучшие друзья, так сложилось, что были восточных национальностей. И он был с этим знаком. Единственное, что его беспокоило и волновало, это ревность. Ну то есть, что он будет как-то ко мне относиться не так, или там, не знаю, рукоприкладством заниматься, или еще что-то. Спустя шесть лет совместной жизни Артак сделал Алине предложение. Свадьбу сыграли по кавказским меркам скромную. Всего сорок человек, но при этом по Бобруйским самую, что ни на есть, пышную. Руслан, хоть и родился в мусульманской стране, носит православный крест. И, как это принято называть, давно обрусел. Живет в Бобруйске больше четверти века. Чтит церковь, сам привел туда и Катю. А когда появились дети, а сегодня у них три помощника, назвал их исключительно старорусскими именами. В быту закрепил за собой статус главы. Обеспечивает семью. Катя бережет домашний очаг. Приготовить, убрать, все постирать. Он этим не занимается вообще. Даже вот того, что я стою, накрываю сама на стол, всех бужу, потом все едят, уходят. А я сама все потом уже должна убрать. Забота о детях, любовь и уважение. Руслан не обещал Кате восточной сказки. Она об этом и не думала. В их семье вопрос национальности никогда не стоял. Стиль одежды, наличие косметики, все осталось прежним. Единственное, к чему пришлось привыкать в обручанке, характер супруга. Очень вспульчивый, очень горячий человек. Если что-то не по-евому, может загореться, как спичка. Но это так же быстро остывает. Но требовательнее к чему, так определенные вещам. Ну, и чтобы все на месте было, и чтобы порядок был, заставляет, гоняет. В основном. Никогда. Сколько бы мы ни ругались, сколько бы случаев не было, он вскипит, ударит кулаком об стол и ничего. Просто поволчим и через два часа мы уже мирно дружим снова. В быту жизнь пары изменилась. К серенадам прибавились обязательства. Артак отвечает за комфорт Алины в финансовом плане. А девушка создает уют. На ее плечах домашнее хозяйство. Самый переломный момент был, наверное, в начале. Первые года два-три. Потому что, конечно, это темперамент, это вспыльчивость, это все присутствует. Но уже потом просто к этому привыкаешь. Не то чтобы как, я не знаю, приспосабливаешься, скажем так. Где-то уступаешь, где-то нет. Были такие нюансы какие-то, что так не одевай, а вот это переодень, но нет. Вот изначально я могла себе позволить одеть юбку покороче, ну это уже, грубо говоря. Ну и сейчас так тоже есть. И мне это не идет в упрек. Сегодня пара воспитывает малыша. Давиду один из семь месяцев. Алина призналась, ее муж оказался еще и отличным папой. Внимание к здоровью. То есть вот это у нас гипер... Ну как бы я это приветствую, но просто что я где-то могу... Да, попроще отнестись, не сказать, не обратить внимания там. А для него вот прямо важно, чтобы все вещи проговаривались. То есть там, ты сделала вот это, вот это, вот это, ты дала вот это, вот это. К ребенку он очень внимательный, он очень заботливый. Иногда даже, ну, чересчур. Вот, но это есть и лучше пускай будет так, чем этого не было, скажем так. Говорят, такое, от судьбы не уйдешь, есть такое выражение. Наверное, звезды сошлись, и судьба нас свела вместе. Познакомились мы чисто случайно в просторах интернета, можно так сказать. Ну, не особо я верила когда-то в такие отношения. Вот. Ну, жизнь показала обратно, что и такое можно быть. Тогда 27-летняя Настя никак не могла устроить личную жизнь. Занималась карьерой. Судьбоносная встреча произошла во время отдыха на берегу Босфора. Ее принц оказался из Стамбула. Потом он сюда прилетел, и мы решили, что, в принципе, на расстоянии отношения это очень тяжело. Либо надо как-то переходить на другой уровень, либо ничего не было бы. Поэтому мы быстро решили, уже возраст, в принципе, позволял, как говорится, создавать семью. Ну, поэтому мы быстренько оформили все документы, документальные, и все, и решили расписаться. У меня родители никак, ну, не жесткими суммами, не командуют. Они любят люди, как вот это. Ну, все. Они тоже сейчас вообще любят. Настя, и никогда не скажи. Они не думают тоже никогда на крестьяна или прославленные. Никогда не думают. Ну, без проблем мы живем. Из шумного мегаполиса Сабри переехал в тихий белорусский городок. Настя уехала из Минска и в Осиповичах. Оба обрели уют и начали строить взрослые отношения. Тушина, лес, это вообще, это там как, это у меня город, понимаете. И все. Я живу здесь. И вообще, если у меня нет семьи, я не буду в Турции. Ну, просто отдыхать, и это все. Максимум две недели. Потом назад. Симбиоз двух культур пришлось корректировать из учета особенностей характеров и образа жизни. Принимать решение нужно вдвоем. То есть, если раньше решил и решил, и как бы потом набил шишку, значит твоя шишка. Все получилось, замечательно. Здесь, конечно, как бы мне немножко тяжеловато в том плане, что приходится, ну, разговаривать до того, как принять какое-то определенное решение. Я скажу, Настя все может отдыхать, она не знает, что отдыхает. Ну, она просто все время хочет работать. Ну, это хорошо. Надо работать, когда молодой. Супруги открыли свое дело. За пять лет семейной жизни вдали от родины Сабри освоил русский язык. Вопрос о смене религии Настя не стоял. Мусульманин не стал ломать любимую. И принял многие странные для восточных мужчин вещи с пониманием. Мы гуляем, ну, парка здесь, гуляем. Ну, один, ну, нормально, ну, молодой человек, ну, поздоровится, поздоровится жена. Я говорю, Настя, кто это такой? У меня одно кнастники. И потом я понимаю, это культура другой. И потом, после первого года у меня не было, вопрос не было тоже. Ну, потому что я понимаю, это нормально. В принципе, я общаюсь с друзьями, как и общалась. Круг общения у меня совершенно не сузился, нет. Горячий восточный характер Настя принимает и в любых проявлениях. Но признается, ее муж интеллигент, никогда не станет впрекать и готов помочь любимой в любом деле. Так как он любит готовиться, он любит свою кухню. И изначально, естественно, я не совсем была хорошо знакома с культурой, там, турецкой кухни, да. Поэтому, конечно, много он проводил времени на кухне для того, чтобы приготовиться, себя побаловаться, можно так сказать. И, конечно, да, и меня. Ну, научились вроде бы. Вместе Алиной и Артак 7 лет. С ее слов за эти годы она ни разу не пожалела о сделанном выборе. Муж по-прежнему носит на руках и держит клятву, данную в день свадьбы. Для меня семья – это все мои близкие люди. Родители, жена, ребенок. Ну, это на самом деле, это все, что у нас имеет значение. Остальное все – это Мишура. И я счастлив, что моя жена Алина. А какой она национальности – это для меня лично абсолютно бессмысленный вопрос. Так случилось в жизни, что у меня нет отца, я его потеряла. И он полностью его заменил. Он часто вспоминает те слова, которые ему говорил отец. Я не знаю, как так случилось, но когда он сказал, что я уезжаю в командировку, а ты вот смотри. А ты смотри, и вот так оно и длится по сей день. Поэтому я его очень люблю, я его ценю таким, какой он есть. И я горда, что мой муж армянин. Если что-то вдруг произойдет, я останусь одна, наедине там с какой-то проблемой – нет. Я знаю, что он пойдет, он решит, он сделает, он разорвется, он порвется. Но жить мы будем достойно и хорошо. Он никогда мне не позволит нести тяжелые пакеты из магазина. Есть такое дело. В плане, если, например, какие-то возникают конфликтные ситуации, да, он может высказать это все так темпераментно, это все на повышенном тоне. Ну, с другой стороны, он понимает, что, наверное, не стоит обижать друг друга. Где-то мы разошлись, немножечко помолчали, и как бы все нормально, все нормализовалось. Просто самое главное – дать друг другу возможность остыть. Вот. В плане поднять руку, ну, я надеюсь, что, конечно, такого и в мыслях нет. 33 лет я никогда не думал, я буду женился, как вот это. У меня не было плана, ну, вот это. Ну, после Настя все. Она все поменяет, у меня голова вопросов. И все. Ну, я люблю она. Настя и Сабри наслаждаются жизнью в тихом белорусском городке. Берегут домашний уют и мечтают, что вскоре их досуг будет занимать забота о детях. Мы, как бы, начинали вместе. Если нам надо было что-то и построить, и починить, всегда вместе. Даже где-то. Даже где копыт расчищаем и то. Он расчищает, а я держу коня. Мне кажется, он не предаст никогда. Вот бывает. Он не посмотрит на другую сторону, как бывает. Налево походить. Все просто, кажется, зависит от, ну, получается, от жен. Если она посмотрит налево, говорит, я возьму кинжал, говорит, и его зарежу. Вместе с тобой. Ну, такой. Есть даже песня такая. Поэтому он не предаст никогда. И ни тебя, и ни детей не оставляет в трудной ситуации. Поэтому можно доверять себя. У меня хорошая семья, дети. Мы понимаем друг друга. И я занимаюсь своим любимым делом. Сегодня Катя и Руслан воспитывают сыновей. Вместе участвуют в соревнованиях по конному спорту. С недавнего времени супруги освоили и цирковое искусство. Во время совместных прогулок планируют поездку в страну огней, чтобы воплотить Катину мечту – проскакать галопом вдоль Каспия. Редактор субтитров А.Семкин